побывали мы в общем на объекте где забивают свай вообще холодище просто холодина началась ребят а сейчас мы с вами на производстве и пойдем в кабинет руководителей да и послушаем двух руководителей которые поделятся с нами расскажут как они основали компанию что у них там за коммерческие секреты и так ребят производства нам показали в компании стройматик теперь поговорим о коммерции с нами максим приветствую вас приветствую евгений да расскажите пожалуйста какую роль сейчас выполняете в компании я тут неожиданно узнал что у вас два бизнес-партнера вы и роман я не знал честно на самом деле в разных бизнесах может быть несколько бизнес-партнеров у меня в частности настоящий момент я выполняю роль исполнительного директора то есть собственно говоря отвечаю за операционное ведение бизнеса то есть с вами можно как раз и обсудить что-то про цифры коммерческий объект тоже за мной поэтому мы поговорили в производстве на самом деле о направлениях их много мы перечислили с точки зрения коммерции какие ключевые сейчас для стройматик куда вы делаете фокус точки зрения нашей группы основное направление у нас это производство разработка и производство слойбойных установок специального слойбойного оборудования вот следующие по такому по объему идет это возведение фундаментов то есть строительные работы опять же с применением нашего оборудования вот дальше у нас достаточно большое направление это производство различных деталей контрактные услуги по металлообработке вот следующий идет это франшиза вот еще у нас есть франшиза стройматик это франшиза строительной компании вот мы в половине регионов россии уже присутствуем там более чем 40 регионов до из 89 и наше новое направление в прошлом году стартовала это разработкой производства модульных и панельных домов панельно-каркасных домов при фаб то есть те которые готовятся на производстве то есть либо целиком модулями либо частями там стены потолок пол кровли так далее террасы вот это все приводится на место на наш быстрый фундамент который там возведен за один-два дня монтируется за три-четыре дня дом ну то есть клиенты вы делаете фундамент и а дом заодно не построить да то есть до часто часто возникали такие вопросы и вот мы начали сотрудничать с одной молодой с одним молодым стартапом очень опытными в строительстве людьми которые и наше решение быстрое по фундаментам приглянулась а нам приглянулась их решение по качественным ну то есть такого подхода к качеству мы давно не встречали и она прям совпало с нашими ценностями это прям вот очень хорошие быстро возводимые дома которые вы сами себе там в том числе готовы и строим и хотим такими владеть поэтому вот когда за качество не стыдно это прям наша история я слежу за вами в инстаграме вконтакте везде подписан фейсбуке и наблюдаю что вы видите по выставкам и в том числе работаете на зарубежные рынки да если я не ошибаюсь я видел и сша и японию или японии не было китай 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 мы китарляли вездеходное оборудование которое также производим в корею мы его поставляли новой зеландии австралия свой бой на оборудование пока это сша а вот мы сейчас в африку зашли сделаем сейчас совместную компанию там будет наше подразделение которое будет возводить фундаменты вот и в азии мы сейчас во вьетнаме открываем компанию в таиланде и очень внимательно в ближайшее время планируем открыться в индонезии а вам операторы и вот журналисты не нужны в таиланде а то погода у нас принципе в одной полосе с вами город в городах хотел узнать то есть вы давно уже начали выходить на зарубежные рынки или это что-то новое вот мы как группа компаний с 2012 года начали ну я не говорю про казахстан белоруссию это понятно что там давно был вот в двенадцатом году мы вышли на польшу с вездеходами то есть наша первичная эта тема была это именно разработка и производства вездеходов амфибий гусеничных компактных с остальным водоизмещающим корпусом герметичным корпусом вот для совершенно разных клиентов как частных так и корпоративных там было несколько моделей сейчас мы немножко подскратили этот модельный ряд не делаем на него упор там в этом рынке своя специфика но мы на базе наших вездеходов там продолжаем делать ратраки продолжаем делать каких-то роботов для сельского хозяйства которые там автоматически берут пробы земельные пробы почвы вот вот тогда мы в двенадцатом году начали взаимодействие с поляками поставили партии несколько партий вездеходов для университетов польских которые занимаются как-то у них это называется пожбезопасность но пожарные на но по сути это наша мчс вот для для польского мчс вот спасатели на потом в четырнадцатом году наш большой контракт прервался посередине на как там начали начались эти неприятности на кстати вот интересная тема как повлияло начало свого на деятельность ну не в четырнадцатом году там не свобода да но я не виду именно уже 1 1 начались вот чтобы заваруха на майдане которая отразилась там на отношении европы там к россии когда нам начали сразу же все гайки закручивать так как тут мы поставляли в министерство по чрезвычайным ситуациям поэтому там сразу вот это все конечно было рядом и нам в первую очередь обрубили контракт для российские российские вездеходы в их спасателей как бы их не должно было быть как повлияло свого ну много россиян разъехались по всему миру и в какие-то страны нам стало проще заходить потому что там появились российские строители которые знают что такое свайные фундаменты по технологии стройматик знает что такое оборудование стройматик к нам прям стали обращаться вот раньше там мы видели ваши установки ли мы работали на ваших установках а можете ли вы нам их поставить там в индонезию да не проблема вот сейчас такие переговоры а с другой стороны вот с 3 февраля в прошлом году отправили транш за свой бой на установку для латвии который до нас не дошел нам отправили 22 февраля почему до нас не дошел я уточнюю там все знали заранее то есть банк остановил платеж еще до того как началась вся эта кутерьма вот видимо готовились вот так вот латвия литва польша у нас были прям вот очень горячие контракты и феврале мы в польше участвовали в выставке через нашего представителя в польше вот он обошел там много строительных компаний эти заинтересовались сказали да 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 интересно ну и естественно это все прекратилось хочу понять в сша вы выходите непосредственно сами как компания которая возводит фундаменты ли собираетесь продавать именно свою технику и так и так на и так и технику продаем и выходим сами а китай вообще расскажите вот а поезда и классная штука но мы пока в китае не продавали свои бой на установке мы туда пока только вездеходы поставляли вот китае у нас в плане хотим вот вначале немножко азию освоить и потом в китай зайти а вы как ездили вот на выставку познакомиться с партнерами или посмотреть какие-то аналоги с помощью российского экспортного центра и мой бизнес волок да мы участвовали в нескольких выставках в частности во вьетнаме в таиланде в индонезии мы просто посещали выставку обходили и знакомились с местными компаниями строительными предлагали наши продукты и соответственно вот можно поподробнее выставках вообще рабочий инструмент вот вполне то есть приносит конкретное знакомство продажи конечно особенно когда ты на него приезжаешь со своей бойной установкой а ну что ты демонстрируешь зарода отлично а если вот допустим ехать не выставляться вот смотреть допустим на технику аналоги зарубежные что-то уже такое есть нет даже близко нет то есть вы в своем роде и свои бои есть а вот малых компактных которые позволяют забивать железобетонные сваи таких нет так что вот ребят российский уникальный продукт когда говорят что у нас там кроме чебурашки и чего-то там водки не знаю нету ничего все есть просто нужно это грамотно популяризировать и рассказывать об этом хотелось бы узнать мы говорили с романом о том как вы познакомились и он сказал что максим лучше расскажет о том как вы решили делать именно свои бой на оборудование то есть как вот это начиналось что лет уже 18 лет компании в двадцать пятом году вам было 20 лет уже прошли большой путь начиная с гаража как мы выяснили на производстве вот как вот вы делали там начиная с нуля я бы сказал да начиная с нуля то есть гараж был арендованный я понял но как в 2015 году когда мы уже делали выпускали пять моделей вездеходов или четыре четыре или пять моделей вездеходов когда мы уже выпускали фрезы снежная то есть у нас был партнерский проект вот ко мне пришел мой старый знакомый тоже роман вот и предложил сделать свой бой на установку компактную вот там по своему видению вот ну там на базе мотоблока вышку собирающуюся вот мы подумали что вообще тема интересная изучили этот вопрос поняли что в настоящий момент для частного домостроения свои практически не используется то есть большие свои бои до применяются для часа на домостроение это очень дорого неэффективно и очень много ограничивающих факторов в первую очередь экономика вот ну например перебазировка привести такую установку на участок если это вообще возможно то стоит там порядка 100 200 тысяч рублей 100 если это где-то рядом 200 тысяч если это чуть подальше еще и же увести надо да вот мы в принципе предложили фундамент который в принципе стоит там сто пятьдесят двести тысяч рублей включая свои включая работу включая всю доставку понимаете способа сопоставьте до масштабы вот так вот посмотрели рынок изучили поняли что ниша пустая почему-то как бы было естественно страшно как так какой то есть подводный камень какой-то почему до сих пор никто не делает маленькие свои войны установки было непонятно ну бывает как выяснилось но опять же и хорошо что мы не сильно много разговаривали со строителями потому что первые наши покупатели это были предприниматели они поверили в нас как в бизнесе у нас идея это было что давайте предлагать это как бизнес как готовое решение потому что мы сами начали когда мы сделали первый прототип мы на нем начали забивать фундаменты мы поняли как это все работает какая экономика как это все продавать как-то все обслуживать как-то все рассчитывать то есть все-все-все нюансы вы знали прежде чем начинать там все это продавать мы работали там больше полтора года или что-то около того вот и предпринимателям мы объясняли эту идею показывали цифры они нам верили они купили установки там первые четверо и они начали работать зарабатывать до сих пор работают зарабатывают а строители к которым мы там на выставке даже подходили или наши потенциальные покупатели которые спрашивали советы у строителей те говорили не у нас так не принято это дорого это там ну а свай зачем когда можно сделать там винты закрутить или там какие-нибудь ленточки залить это не не нет вот это не надо и только после того как вот у нас за первые предприниматели купили начали использовать через какое-то время там через полгода через год тему прочувствовали строители к нам уже стали обращаться и там были некоторые знакомые с которым мы уже общались довольно таки давно мы такие ну так вот что тысячи сейчас то почему пришел ко мне уже клиенты начали обращаться и просить ваш фундамент то есть они уже узнали там либо сарафан либо мы там много видео стали снимать выкладывать не уже про это узнали такие да это хотим этой стали уже сами давить на строителей те обращались к нам либо чтобы мы возвели им этот фундамент либо чтобы мы продали им установку тогда это все стало там два года где эта тема раскачивалась то есть получается что вы в какой-то степени сделали эту нишу что мы не в какой-то степени мы ее создали то есть да у вас не делали именно на жбы и сваях мало же тоже на строительство а благодаря установке как технологии это теперь можно делать да благодаря тому что стал доступен инструмент то есть раньше есть такой термин мини пайлс он по миру известен но эти мини микро мини свои их погружали там либо классическим методом большими свои боями либо какими-то более подручными вещами их там задавливали закапывали наверняка видели ролик как там то ли в таиланде то ли в вьетнаме там прыгают 6 человек синхронно на доске которая лежит на своя не посмотрите да хорошо вот то есть способы погружения ну вообще с древнего рима да там камень привязывали к треноге подвешивали деревянные свои там натягивали ровку отпускали натягивали отпуск если говорить про франшизу это в списке перечисления ведь когда перечисляли список направлений она была пронумеровано в том плане от самого важного к менее важному или это было снижение это был не случайный порядок это был примерно масштаб просто то есть это четвертом месте насколько я запомнил смотрите по масштабам для нас просто но мы производим там порядка 150 свои бойных установок в год на текущий момент об 600 свои бойных установок мы выпустили вот и для нас естественно масштабы свои бойных установок он намного больше чем масштаб франшизы франшиз мы там продали порядка там грубо говоря 50 например были определенные отказные франшизы кого-то бизнес не пошел кто-то его продал кто-то в другое направление ушел кто-то решил что он самостоятельно но большинство там в самостоятельное плавание ушли решили что но мы им больше не нужны они раскрутились до определенного уровня вот и масштабы продаж франшизы они ну просто несопоставим но если средняя свой бой на установка стоит там 3-4 миллиона то франшиза пол миллиона всего то есть а вот я пытаюсь уловить чем разница я строительная компания до или там бригадир вот у меня есть вариант просто купить установку можно франшизу в чем разница но разница в том что когда ты покупаешь просто оборудование вот тебе на оборудовании мы научим на нем работать это минимальный курс молодого бойца мы дадим и дальше все иди сам а если это франшиза то здесь речь идет о том что мы продаем естественно оборудование но вместе с ним право пользоваться нашим брендом в твоем регионе эксклюзивное право то есть мы попробовали но решили что в одном регионе будет только один наш франшизе ну или на один крупный город только один наш франшизе мы в один регион в один город 2 франшизе не сажаем то есть для того чтобы мы им могли вот обеспечить как раз полноценный рынок сбыта и не было вот путаницы у клиентов так кто такие стройматик почему почему их два он один стройматик в каждом регионе один вот мы учим этого человека помогаем ему с запуском маркетинга у нас множество маркетинговых материалов мы настраиваем ему рекламные кампании мы предоставляем ему все материалы для обучения и обучаем его продавцов скрипты контрольные какие-то чек-листы у него все это есть мы ему предоставляем там настроенную серым q а вот программу которая позволяет работать с клиентами причем настроена не как на бесплатной версии битрикса у нас самый приобретен самый дорогой пакет ну который только может быть который вот один только пакет этот стоит сколько он стоит он там под 300 или 400 тысяч в год стоит вот только битрикс который вот со всеми его возможностями у нас уже готовая настроенная воронка которая работает только этот наш франчези на со всеми там роботами автоматическими там рассылками клиентам и так далее вот мы предоставляем полноценное обучение сертифицированная с выдачей документа гособразца для забивщика для оператора свободной установки мы поддерживаем технически у нас есть конструктора у нас есть метчики и проектанты которые все это могут и проконсультировать и помочь каких-то вопросах но и мы бренд стройматик который работает от камчатки до почти калининграда вот до калининграда мы еще не дошли очень ищем там партнера либо думаем сами туда заходить но вот до западных границ россии и от архангельская и до крыма то есть если я решил открыть бизнес по франшизе стройматик я проверяю регион свободен ли он это первого либо подаете заявку к нам и мы уже говорим там свободен ли тот регион на который вы претендуете либо может быть это мы порекомендуем какой-то соседней и сколько нужно вот инвестиции вот сколько денег нужно чтобы начать именно с франшизы если ну смотрите это во первых оборудование которое вы должны приобрести оборудование у нас стартует от двух с половиной миллионов это за самую маленькую нашу свой бой на установку из гк-150 вот но это уникальная вещь тоже на рынке она крошечные полтора метра всего в ширину весит меньше двух тонн можно на газели и возить буквально причем у нее такая конструктивная особенность что она поднимается на своих аутриггерах которые специальным образом раскладываются этому сейчас запатентовали этот способ вот и таким образом она сама загружается в ту же самую газель то есть даже сходнее не нужны вот до 2 тонн очень узенькая может там проехать везде там на дачах но это для легких строений дачи бани какие-то каркасные дома беседки заборы ворота и так далее достаточно широкий спектр вот она два с половиной миллиона стоит либо наш флагман например из гк-320 который сейчас стоит 4 200 примерно миллиона там с дизельным двигателем который позволяет шестиметровые свои 300 на 300 сечением то есть такие промышленные свои на которых можно завод строить там или коммерческие какие-то здания торговые павильоны ну либо серьезные дома даже многоквартирные на таких строят вот десятиэтажный дом недавно в великом новгороде или фускове вот в том районе знаю что построили десятиэтажный дом на наших своих на нашем фундаменте вот это эта машина стоит 4 200 плюс добавляете 500 тысяч за франшизу плюс добавляете там порядка наверно полумиллиона на то чтобы войти в этот бизнес но это оборотный капитал то есть он не тратится это вы на эти деньги там например закупаете какое-то количество свай нанимаете операторов которые обучаются буквально там неделю открываете офис вкладываетесь в маркетинг мы помогаем со всеми настройками и я думаю полмиллиона там за глаза хватит чтобы это все дело раскрутить а правда что вот мы слышали что зимой тоже забивают эти свои преимущество нашей технологии как раз в том что она вообще вне сезона круглый год вот в африке мы с людьми разговариваем их тоже очень порадовала мысль что можно и в сезон дождей строить фундамент как они сейчас строят они на два месяца полностью останавливать всю стройку там все все это котлованы которые они копают заливает а нам котлован не нужен мы забили за один день свои пожалуйста строй дальше вот это же самое зимой земля промерзает там 23 метра грунт пробивается просто свои даже у вас уже много продано франшиз насколько я понял да то есть как-то вы собираетесь может быть у вас какие-то мероприятия да у нас каждый год проходит как минимум один слет франчизе ну вот ну один и проходит где когда мы физически собираемся все в одном месте это либо череповец либо москва вот сейчас думаем ближайшие провести либо казань либо москва вот где мы со всеми франчизе обсуждаем у кого какой опыт наработки там какие-то вопросы есть приглашаем очень крутых спикеров которые рассказывают маркетинг про продажи про там геологию про строительство то есть из очень из очень разных сфер ну вот последними одним из последних гостей нас был например алексей кутейников владелец форум хаус крупнейшего портала про строительство вот он у нас провел отличное мероприятие некий такой мастер-майнд мозговой штурм по отработке возражений с клиентами общите шикарно было мероприятие всем очень понравилось было там екатерина уколова нам читала радио да про выстраивание отдела продаж еще было несколько спикеров про продажи про маркетинг все-таки еще добью вопросом видели подсмотрели же готовились есть конкурс еще да есть мы провожили об этом у своих бойщиков вот мы в прошлом году попробовали в рамках слета не в рамках форума фреймер fest фестиваля строителей каркасных домов которые проводятся там под они под серпуховом или динцово под серпуховом да там очень классные ребята его организовали и вот мы с ними договорились и в рамках этого фестиваля мы попробовали провели такой конкурс было интересно вообще как зайдет не зайдет полезно не получили кучу восторженных отзывов там 8 команд со всей россии собралось и на скорость и качество то есть по точности позиционирования погружали там каждая команда подвисла и делали разметку с военного поля вот и ребятам так понравилось что в этом году у нас уже было 18 команд в этом году мы ее провели в мая тоже в подмосковье в отличной локации forest park там коттеджный коселок строится на там у нас и как и сказал было 18 команд уже и также мы делали погружение нескольких свай разметки свайного поля и все это вот так вот там порядка 200 наверно или даже 200 плюс гостей было и на следующий год мы вот уже ожидаем там порядка 30 команд уже ежегодный получаем уже 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 есть замах на ежегодный слышали тут что в компании инструментик работает порядка 300 человек ну да а вот как вообще с точки зрения загрузки то есть как вы оцениваете там полностью загружены вы мы растем нам не хватает не хватает именно что мощность от 60 не хотят не хватает там сварщиков не хватает операторов своих бойных машин мы могли бы сейчас сделать больше у нас заказов много мы приходится нам от них отказываться именно то что нужны специалисты вообще любые люди нужны готовы всех привлечь у нас вот новое направление новодом где панельно-каркасные дома мы там вообще просто разнорабочие готовы использовать учить их как делать там достаточно простые операции технологии отработаны а в чем здесь сложность в том что сложность вот в кадрах имеется ввиду в том что просто их нужно в какой-то момент сразу много их нужно просто обучать и готовить либо там череповцы не знаю идут все там на северсталь там не знаю работать ну не на самом деле в череповце к нам тоже достаточно много людей идет но в принципе сейчас в стране достаточно большой кадровый голод и по оценкам разных специалистов его читаю различные обзоры там от миллиона до двух миллионов вакансий это вот дополнительно появилась у нас же отрицательная безработица в россии отрицательно это значит что некоторые люди работают не на одной работе вот и по факту вот там нет свободных людей то есть вы сейчас раскачали рынок и свой маркетинг продажи так что вам уже нужно думать об и чар но это не вы создали эту проблему в стране вот но у нас мощный чар отдел мы пригласили очень крутого директора которая на 6 екатеринбурга приехал и в принципе у нас сейчас и чара делает опять плюс шесть шесть или семь даже человек просто не тоже так подросли в последнее время мы нанимаем там 30-40 человек в месяц вот с точки зрения коммерции если общими мазками что больше всего в производственной компании дает результата в плане там привлечения клиентов продаж то есть но если вот направлениями это онлайн оффлайн или так сложно поделить и она все понемногу в производственной компании которая производит свои бойные установки да вот именно производят строительные работы до сложно тут много вас направлений давайте вот которая производит оборудование смысле как мы привлекаем клиентов да то есть хочется понять вот есть компании до которые сидят на госзаказах только есть нас очень хороший сарафан и у нас очень большая доля повторных продаж если мы говорим про оборудование то порядка 60 процентов от всех наших продаж это повторное то есть нам клиенты верят они рады нашему продукту мы над ним работаем и улучшаем у нас очень крутая служба технической поддержки на которую естественно все всегда ругаются но это лучшая служба технической поддержки на рынке и она со своей задачей справляется то есть это по сути ну точечные контакты встречи да то есть это по сути да я говорю вот порядка 60 процентов у нас повторные продажи новые продажи это онлайн выставки онлайн выставки ну и сарафан опять же то есть молва по рынку идет лидеры рынка и тут как бы вопрос а если брать фундаменты то там если брать фундаменты то очень много но мы работаем как на рынке битуби это опять же повторные продажи с одними клиентами начинаешь работать и продолжаешь а в битусе это онлайн онлайн и сарафан да там сарафан а битуби это вы имеете ввиду что есть строительными компаниями партнерства мы предоставляем услугу именно по погружению свои ну либо мы там пошли тоже немножко дальше мы сейчас не только свои погружают но мы и монолитные работы там например плиту на сваях делаем там обвязывая свои ростверком немножко и просто плиту делаем даже без свои но стараемся все равно в комбинированные вещи а вот по вашим каким-то замерам ощущениям сейчас контекстная реклама сайты соцсети какую-то имеют вот вашу оценку эффективности работают они или текст неплохо работает соцсети наши хорошо работают сайт тоже при и у вас как вот устроена у вас есть штатные специалисты которые закрывают эти вопросы так и так у нас есть и штатные у нас достаточно мощная служба маркетинга команда целая также мы пользуемся и услугами фрилансеров и сторонних подрядчиков давайте поговорим про будущее пару вопросов то есть вообще какие планы может быть что можете рассказать куда сейчас фокусируетесь куда идете что может быть не хватает как раз видео про это запрос скажем что приходите работать например да мы будем очень рады во первых всем кто решит работать с нами вот приглашаем мы причем работаем я сказал уже по всей россии и за границей тоже будем рады тем россиянам там русскоязычным да и не только русскоязычным вообще любым людям кто захочет принять участие в нашем развитии в нашем росте у нас в ближайших планах там на ближайшие пять лет скажем так вырасти в несколько раз в 10 раз x10 сделать да и вырасти присутствовать в 50 странах ну то есть сделать плюс 49 стран ну хотя уже нет уже 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 меньше уже плюс 45 на странах в пяти мы вот в ближайшее время либо уже открылись либо открываемся в процессе на а как вот мне кстати возник вопрос столько стран вы как будете в каждой стране делать какой-то свою службу маркетинга ли централизованно вот интересно пока централизованная но это все равно все равно должен быть какой-то локальный представитель все зависит от масштаба на определенном этапе становится выгодно нанять специалистов штат на месте до определенного момента пока это все маленькое только развивается некий стартап проще из центрального офиса просто вот ездил на конференцию там обсуждали масштабирование digital агентств нас многие отправились кто в сша кто дубай и говорили что в дубае например надо найти местного друга знакомого который знают друг друга знакомого других людей и только так происходит какие-то переговоры продажи во многих странах так на самом деле в этом плане в россии наверно один из самых свободных рынков которым можно зайти даже вот без друзей и знакомств в новый регион да и там быть успешным вот во многих странах то нужно нащупывать вот эти вот связи через которые только возможен доступ в определенные рынки я даже сейчас не про гостендеры там говорю а даже вот просто в стройку зайти это нужно нарабатывать доверие то есть мы в сша прежде чем начать там работать порядка трех лет просто ездили там по выставкам встречались людьми три года наказу до три года прежде чем начали действительно вот выходить на объемы делать заказы и как-то это стало превратилось в регулярный может быть есть какой-то вопрос который я в силу там своей погруженности не могу задать но вы бы хотели чтоб я его задал или там может быть что то есть интересно такое что хотелось подсветить для зрителей вот если может быть это слишком быстро или там как-то неожиданно вот пока подумайте вопрос на сейчас смотрят ребята там на ютубе молодого поколения в том числе очень вдохновляющий пример что с нуля в арендованном гараже вырастили такое производство но мы росли то есть хотелось вот чтобы может быть вы что-то им пожелали сказали какой-то дельный совет далее я бы посоветовал вот все-таки в начале где-то поработать в найме если вот вообще опыта в бизнесе никакого нет вот пойти поработать может быть и в какой-то средней компании в малом бизнесе чтобы понять вообще прочувствовать изнутри на уже работающей бизнес-модели как это все устроено потому что вот набивать шишки самостоятельно это ну не зря же статистика что там 9 из 10 компаний умирает в первый же год да и там 88 компаний там из 100 там первые там 2-3 года да там даже большая часть 95 наверное вот потому что вот если есть какой-то продукт опять же сейчас такой период когда можно попробовать продать продукт который еще находится в стадии идей но но тут понятно что нужно определенно к тебе доверие поэтому тестить свою гипотезу надо либо на чем-то таком массовом то есть и простом продукте да я веду через marketplace например но сейчас авито доступен на вот очень простой способ чтобы единичную вещь какую-то продать вот либо друзья семья вот и не бояться тестить просто не делать идеальный продукт просто начали попробовать вообще нужен вот ну концепция вот это mvp до минимально ценного продукта минимально жизнеспособного продукта там по-разному переводят это это уви она вот имеет себе смысл сейчас так абсолютно точно можно очень много времени отлаживать продукт который нафиг никому не нужен в том виде в котором вы его доводите до ума поэтому вот не боятся пробовать но не не знаю насчет ставить все там все деньги на одну ставку пытаться если веришь продукт если ты видишь что у него уже есть какой-то рыночный спрос на него потестил и получил этот спрос дальше можно в него погружаться вот так пока это просто какая-то абстрактная идея не очень понятно то есть это вообще очень инновационный продукт я хоть что хочу сказать чем более инновационный продукт тем сложнее его будет продакт тем тем сложнее будет донести до людей что он нужен что очень много наталкиваешься вот на тот же консерватизм я говорю три года в штатах реально мы 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 же не думали что мы три года там будем пробивать на такой о самый большой рынок в мире постройки класс 50 там штатов да и можно там зайти сейчас там оказывается в каждом штате свои законы свои снипы свои стандарты там в каждом штате там свои строительные компании в каждом штате это практически там чуть ли не заново начинается начинали в филадельфии там не пошло пошли в техас там пошло то есть это вот нащупать когда потом пришли в орегон тоже пошло то есть регионы в которых не идет есть регионов которых идет интересно не бояться пробовать это однозначно тестить вот этот минимально ценный продукт как говорится если твой продукт хороший значит ты уже опоздал с его выводом на рынок к сожалению это так но выживают такие кто не боится пробовать кто идет вперед у нас было очень много нареканий по первым нашим свойбойным установкам но мы первым там пяти клиентам которые сделали которые продали их мы потом отправили отправили грузовик это было к сожалению там барнаул новосибирск челябинск достаточно далеко все от нас уехала и мы я помню пяти на первых пяти свойбойка у нас была неудачная конструкция молота вот он разваливался очень быстро и мы просто быстро собрались сделали литые молоты загрузили их в газон наш в свой добавили туда там что-то было неудачное решение по гидроцилиндру вот несмотря на то что мы все это тестировали но вот мы это обнаружили нашли другое решение мы отправили эту машину она там месяц ездила с нашими лучшими сборщиками они прям на ходу у клиента меняли конструктив с одной стороны да надо быстрее выпускать решение а с другой стороны надо не бросать клиента с плохим продуктом его нужно обязательно доделывать и до сих пор мы все наши свойбойные установки проектируем так что мы можем модернизировать самые старые из них до состояния почти новой мы еще также разработали более простой путь для клиента то есть мы разработали программа trade-in когда мы просто забираем старую установку и меняем на новую естественно с доплатой но до сих пор все наши установки даже выпущены там самыми первыми 2016 году имеют свою цену определенную и они ценятся на рынке их покупают то есть у нас нет установок которые бы мы не могли продать похоже на рынок айфонов когда купил себе следующий год продал не знаю iphone сложно модернизировать точнее невозможно нашу установку можно обновить и она будет как новая ну почти как а что необходимо сейчас вот для более быстрого роста компании на ваш взгляд тестировать гипотезы очень самое главное сейчас наверное набрать классную команду чтобы набрать классную команду нужно организовать службу персонала так чтобы они нанимали тебе лучших людей с рынка в достаточном количестве быстро их адаптировали обучали и правильно мотивировали то есть команда самое главное вот хуже всего мы росли когда у нас не было службы персонала сам сам все делаешь это все больше и больше выбивает из пожирает твое время вы лишаете я сил поэтому хорошая команда это залог всего хорошую команду без хороших ричаров не найдешь ну либо самому могут мы прошли также обучение там по найму как вообще распределяется экранное время у вас вот вы допустим с планшетом смартфоном не знаю компьютером куда чаще всего заходите куда больше всего смотрите когда у меня это битрикс у меня это программа вот записей я ввиду ежедневник скажем так в электронном виде планирую свои дела планировщик кстати если не секрет каким планировщиком пользуетесь планирую перейти на битрикс но пока пользуюсь просто а записями ну этими блокнотом блокнотом да понял какого ванноутс или как он там называется так ну может быть есть какие-то не знаю высоте все эти соц сетях проводите какое-то время или вот в соц сетях очень мало времени я мне когда кто-то пишет вот наверно сам понял даже когда мы общались в контакте я могу туда месяц не заходить уж тем более в мессенджер контакта а мессенджер телеграма ли ватсап 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 телеграма то почему ватсап куча канал ближе а телеграм очень я подписан на многие каналы может быть до конца просто неправильно организовал его некоторые я знаю там некоторые я знаю разделяют аккаунты и делают там где вот все эти каналы подписки паблики там это один аккаунт личные переписки другой вот у меня пока это все в одном и там очень много всего я не успеваю задать ватсап у меня там я всегда отвечаю интересно а есть какие-то может быть профессиональные сайты или какие-то медиа которые вы чаще всего посещаете онлайн там не за новости каналы это может быть группы в телеграме то есть телеграм-каналы именно да и чат или только канал телеграм-каналы и чат и не вижу там разницы я понял а ну чат и да конечно это вот и еще есть к общению еще интересно именно про мероприятия то есть какие чаще всего чтобы мне даже просто и сам для самого для развития какие у вас есть профессиональные выставки самые значимые вашей ниши ну это стт строительная техника и технология в москве которая там в начале июня проходит франчайзинга вам нерегулярно скажем так мы не каждый год там присутствует меня даже не каждый год туда езжу но самое хорошее было by brand который в сентябре на сейчас мы также в строительных выставках типа красивые дома сейчас в октябре как раз будет выставка такая 24 25 октября если я правильно помню в москве тоже там я не помню крокус по моему похоже есть название вот красивые дома в октябре да мы участвуем потом мне очень нравится фреймер фест вот второй год в нем участвую прямо отлично организованное мероприятие очень много но это для домостроителей вот что еще open village но это опять же наши потому что это и фундаменты и строя и строительство домов то что вот организовывает капица в подмосковье это в июле да происходит ну и мне очень нравится клуб атлантов которым я уже второй год состою и это очень такое сообщество крутых мощных предпринимателей вот там очень много всяких образовательных мероприятий и на коммуникации на развитие на обучение на все 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 вплоть до того что семейное там очень классно сообщество таких высоких по духу предпринимателей которые вот стремятся развивать что-то и не уезжают там из россии там по развивают как-то страну здорово вкладываются в нее там по по 1000 на уже предпринимателей кто вышел из оборота там 60 миллионов в год у меня на вопросы закончились может быть вас какой-то появился вопрос или какая-то тему которую я не подсветил из интересного что-то может быть про анонсировать или сказать нашим зрителям ну кроме того как покупайте свой бойки делайте бизнес подписывайтесь на канал это хорошие это на самом деле возможность вот тех кто думает про свой бизнес про организацию там строительного бизнеса начать с азов тут не так мы мы всему обучаем то есть там можно не знать вообще ничего ни про технику не про стройку мы всему обучаем есть возможность пройти в наших отделах продаж в нашем отделе производства практику и посмотреть потрогать все вживую то есть мы никак не ограничиваем наоборот это очень приветствуется когда сам владелец сам предприниматель приходит все изучает тренируется и там хочешь неделю у нас стажируйся хочешь 2 хочешь 3 там хоть месяц там не проблема можно изучить весь бизнес изнутри и получить готовую бизнес-модель и очень быстро войти в это не потеряв денег там и сэкономив массу времени сил энергии получив огромное количество знаний вот ну в тех регионах где нас нет либо в тех странах где нас еще пока нет мы там ищем мы там не продаем франшизу мы там ищем на партнеров то есть строителей которые или не строителей но кто хочет в эту тему погрузиться единственное что в другой стране естественно это будет сложнее то что у нас там опыта еще нет как правило в той стране но зато есть опыт в других странах мы знаем как работает стройка мы знаем как это все в принципе устроено но вот в конкретной стране надо будет самому находить вот эти вот выходы самому находить клиентов но мы естественно с этим тоже будем помогать все спасибо вам большое было очень интересное интервью спасибо желаю стройматику развития и процветания спасибо что посмотрели поделитесь обязательно вашим мнением напишите комментарий что вам понравилось видео и я очень надеюсь что из тех кто посмотрел есть ребята которые вдохновились и захотели также начиная из гаража за несколько лет построить компанию которая уже 300 человек она выпустила 400 свои боя в общем давайте ребят производим в россии эта рубрика сделано в россии моя любимая рубрика где мы рассказываем о производителях если вы производитель или вы их знаете пишите мне и мы сделаем о вас такое же видео пока это все происходит на так скажем наших началах от вас только участие от нас все остальное так что зовите приглашайте всем спасибо и пока и и и и и